Перед просмотром этого видео я хочу вас попросить скачать программу VPN и поставить в местоположение любую другую страну, кроме России. Например, США, Калифорнию, Канаду или что-нибудь такое. Это будет огромный вклад в наш канал. Всех очень сильно любим. Здрасте. Врача вызывали. Хожу по всему подъезду, не могу найти вашу квартиру. Прохожу, прохожу. Не успеваю, подождите минутку. Что у вас тут ребёнок валяется, как неживой? Так, мамочка, вы без маски. Маску одевайте. Одевайте, берите. Так, повернись ко мне. Сядь, дай посмотрю на тебя. Ничего. Так, хорошо. Буду слушать. А укол я где делала? Ё-моё! Здесь укол я делала. С вами пока искал. Вот он лежит, слава богу. Я бы потом за этот укол на работе. Что он у вас сидит так? Плохо ему? Ну ничего. Что вам удавали от температуры? Перчатки надеть надо. Заражусь ещё от вашего ребёнка. Что мне тогда делать потом? И буклин? И что, сбил температуру? А что вы не мерили больше? Как я буду определять, куда вас? Так, давай. Аккуратнее. Вы будете в частной клинике. Скорую вызвали, значит, молча. Пишите жалобы, пишите. Нормально у него всё, жить будет. Скажи свои уши. Уши грязные. Уши не чистите, что ли? Дайте, посмотрю, документы. Или что у него тут? Ой, так. Вот оно. Маленький. Так. Так, я вам дам направление на анализы, чтобы сдали. Обязательно нужно это будет сдать. Ложись. Сейчас буду делать тебе укол. Ложись, пожалуйста. Всё-всё-всё-всё-всё-всё. Не ори, не ори. Ничего страшного. Укол укололи, вы видите? Орёт, как резанный у вас. Вы его вообще к неврологу водили? На проверку? С такими орами. Застёгивать его. Работка вот тоже мне. Сейчас мне должно было на выходном быть. Вызвали. Фельдшер заболела. Кхе-кхе. 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 А что вы хотите, девушка? Я говорю, я в отпуске вообще. На выходных была. Вытянули. Дайте я посмотрю его. Он вообще какой-то у вас недоразвитый. Сколько он? Семь месяцев. На ногах не стоит. Сидит как какой-то кривой. Я не знаю, вообще вам к неврологу надо. Я вам сейчас заключение дам к неврологу пойдёте. Кто-то ещё смотрел тогда. Какой-то... Закрыл опаку. Ну, конечно, у меня уже самой, наверное, температура нахваталась от вашего ребёнка бацилл всяких. Вы ж маску не одеваете. Хоть бы раз подумали о других. Одели маску. Нет, никогда к кому не придёшь. Маски. Всё-то до лампочки. Главное, придите, вылечите. Вот вам. Пойдёте к неврологу, там, разбирайтесь. Дайте мою маску. Я его потом постираю. Вообще, оденьте ребёнку своему, чтобы он меня не... Ничего, маленький. Чтобы он меня не заражал. Вот так вот пусть сидит. С глаз. А ей по-другому, она у него не держится. Только на глазах. Что я вам сделаю? Ё-моё, щас бацилл меня напускает. Сиди, всё. Сиди в маске. Зачем ты её пытаешься снять? Она тебе не мешает. Сиди. Сиди хорошо. Наконец-то ушла эта сумасшедшая врач. Ещё тут и оставила свой шприц. Сейчас я его выброшу. Я просто в шоке. Сказала, что Джозеф у нас недоразвитый. Вот, ничего она толком не сказала. Кроме того, что поставила укол. Я сейчас буду звонить, скорее всего, жаловаться. Потому что зачем мне так вызывать скорую? Понимаете, чтобы вытрепать только свои нервы. Вот и вызывала скорую. Джозефу всё так же плохо. Я сейчас буду смотреть дальше, как его состояние. Возможно, поедем ложиться в больницу. То есть могли бы нас бы сразу сейчас забрать, да? Если что. Но с такой вот ненормальной докторшей, естественно, что ехать нет никакого желания. А с учётом того, что мне самой плохо, я не до конца выздоровела. Меня вдвойне пугает эта ситуация. Если будем мерить температурку с Джозефом. Да, хороший мой? Хорошо будет у нас. Давай. Так. Чик. Давай. Держать с тобой градусник. 37,7. У него сейчас температура, конечно, поменьше, чем была. Но тоже, знаете, не сильно-то она падает. То есть сильно не упала от эбуклина. Я вот не знала, что делать. Второй же скорую вызывать, естественно, я не буду. Может быть, поедем в стационар в больницу. Джозеф, ты чего так лёг? Джозеф. Джоз. Джозеф. Плохо ему. Совсем как-то ему плохо. Не нравится мне его состояние. Хочу ему с ритолета горлышко обжигнуть. Крючек. Короче, Джозеф отошнит. Я вообще не понимаю, что с ним. Джозеф. Ой, душа моя. Сядь хорошо, пожалуйста. Сядь, мой сыночек родной. Дайте я поставлю вот так вот. Держи. Держи ручками. Держи, если будет тошнить, Джозеф. Держи тазик. Фу, не трогай только руками, я сейчас это вылью. Короче, его стошнило. Скорее всего, я сейчас буду занять в больницу, потому что, и мы, я так понимаю, температура становится только хуже. Я, конечно, очень расстроена, потому что я со скорой-то приехала мадам с проблемами явными. И дальше сама не до конца вылечилась, и мне, конечно, вообще не хотелось бы что-то подхватить в больнице. Но кто другой поедет с Джозефом, вариантов нет. Я его еще покормлю. Может быть, она снет, потому что ему нужно поспать. Но он не хочет спать. Ложись, пожалуйста, Джозеф, ложись. Проблема в том, что у меня нету направления в больницу. И я не знаю, примут ли нас без направления. То есть, по причине того, что у него температура, как бы не факт, абсолютно. Напишите, пожалуйста, болеют ли ваши детки сейчас, какие они в симптомах. Мне очень важно это понимать. Как у них самочувствие, если болеют. Потому что сама только переболела, но, конечно, я это я, ребеночек это ребеночек, это совсем другое. И очень переживают за Джозефа. Я так понимаю, что у него ломит тело, потому что его прям всего выгибает. И спать он не хочет абсолютно. При том, что, понимаете, это вот с утра же, да, мы встали. Сейчас уже 15.33, ничего не меняется. Вот у меня, когда была сейчас температура, у меня тоже ломило тело. Но в любом случае, я же говорю, я взрослая, он ребенок. То есть это две разные вещи. Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, в стационар приехать лечь. У ребенка температура 38, не сбивается. Вот приезжали из скорой. Но там какая-то невменяемая врач, абсолютно. Но в принципе, я не будуromagnетен.